Вау, 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 как же я влюбился, вау, вау, ты моя тигрица, если ты со мной, ки мне головой, ха-ха, всем здорово, сегодня сила охреневающая, горилла уже с тобой, объясню почему, ааа, вы прикиньте, сентябрь, начался охреневающий сезон вот этих космических груш, в тот раз я покупал молдовские, в этот раз, прикиньте, приехали крымские, тупо крымские, охренеть можно, этот вкус, ой, этот аромат, он просто даже передается через вот эту охреневающую тонкую шкурку, я не могу, это просто, блин, капец, вы просто, даже себе представьте, вы прикиньте, даже если мне сейчас сказали бы, бро, я тебе дарю майбах, я, наверное, так бы не кайфовал, как просто тупо от грушки, вы понимаете, это что означает, ааа, во-первых, счастье заключается в мелочах, во-вторых, ой, я не могу, счастье заключается в еде, блин, капец, груша упала, так, сейчас подниму, потому что я не могу себя, как говорится, обращаться, нужно обязательно, как, как ты упала, моя малышка, ничего страшного, садись вот сюда на подоконник, ты не упадешь, а может тебя накрыть салфеткой, чтобы никто не видел, ну ладно, здесь один бро мне задал охреневающий вопрос, как найти себя в этом мире, я хрен его знаю, я тебе честно скажу, я до сих пор не могу самого себя найти, я прикинь, просто чисто просыпаюсь, я не понимаю, чего я хочу, вроде хочу всего, а вроде нихрена, понимаешь, счастье просто чисто в мелочах, не нужно искать себя в этом мире, просто занимайся любимым делом, вот найди для себя то отдушину, ради которой у тебя будут тупо глаза гореть, от которой тебя будет просто башу сносить, наверное, в этом и заключается смысл жизни, вы прикиньте, смотрите, как-никак, я изначально, когда начал заниматься спортом, в моем случае это хоккей, я, соответственно, занимался 4 года и ушел, я уже рассказывал, почему ушел, потому что, ну, типа, у родителей не было времени вообще меня возить далеко, а все котки топовые и команды топовые находились от нас очень далеко, соответственно, батя сказал, все, заканчиваем, хреномяйте, собственно, я и закончил, ну, и, соответственно, поскольку мне до безумия просто чисто понравился этот хоккей, я до такой степени в него влюбился, что я просто чисто не мог банально бросить, для меня учеба была просто чисто на каком-то, на самом последнем фоне, хрен его знает, вот здесь, где-то за шторой, поняли, короче, а хоккей для меня был на первом плане, я просто чисто на тот момент я смотрел на Овечкина, я просто чисто, я себе представлял, что одним днем тупо, когда я поднимусь, и вот это просто миллионы, которые люди будут на тебя смотреть, трибуна, вот эти, охреневающие просто будут орать, и вот это просто, вот этот антураж, вот эта охреневающая энергетика, когда ты выходишь просто чисто на лед, и на тебя пялятся просто миллионы людей, это охренеть, мне просто сносило башню, я жил этой мечтой, я понимал, что, блин, капец, одним днем серьезно, я сделаю все возможное, но я обязательно обратно вернусь в хоккей, и бам, и ни хрена не сложилось, как говорится, да, мечты остаются мечтами, бам-бам, ну есть как есть, сказать, что я нахрена раздрос, наверное, нет, знаете, потому что, видите, в моей жизни такие происходят охреневающие моменты, что вроде ты себя изначально, когда, да, ты к чему-то тянешься, чего-то хочешь до безумия, а потом сейчас, соответственно, цели поменялись, и я понял, что как-никак, во-первых, профессиональный спорт, да, не будем друг друга обманывать, это, естественно, запрещенные препараты, потому что без них просто тупо ты не вывезешь такие безумные нагрузки, понятное дело, что профессиональный спорт – это не здоровье, профессиональный спорт – это безумно охреневающие бабки, обожаю, ну и, соответственно, это карьера, это твое лицо, это твоя визитная карточка, это, соответственно, твой стимул к успеху, когда ты понимаешь, да, ты можешь себе купить любой Rolls-Royce, и тебе-то подарят, что о тебе думает другой, потому что ты о нем вообще не думаешь, ты едешь в автосалон, бам-бам, ну и, соответственно, знаете, хрен его знает, что я даже, знаете, на самом деле не могу себе сам ответить на вопрос, кайфую я того, допустим, что не сложилось со спортом или нет, наверное, скорее всего, да, потому что как-то безумно к спорту меня никогда прям не тянуло, да, до безумия хотелось, да, очень было много целей, но сейчас я понимаю, что я до безумия тащусь от того, кем я стал на данный момент, вы прикиньте, я из себя в плане спорта ничего не корчу, а, соответственно, фигура меняется изо дня в день, люди делают комплименты, люди просто тащатся от того, чем ты, собственно, занимаешься, вы прикиньте, другой сидит на диване и тупо радуется за тебя, что ты тупо поднимаешь свой пухлый зад и хоть что-то делаешь в отличие от него, вы прикиньте, ну не вэтленный счастье, господа, бам-бам, серьезно, это охреневающее ощущение, ну и, соответственно, когда с хоккеем не сложилось, я записался в золотую шайбу, там было абсолютно все бесплатно, я не пропускал ни одной тренировки, у нас тренировки были два раза в день, понедельник и воскресенье, ой, два раза в день, два раза в неделю, получается, понедельник и воскресенье в 6 утра, вы прикиньте, и мне было до фонаря, вы представляете, в понедельник в 6 утра, я просыпался в 5 утра, пол пятого утра, завтракал, соответственно, выезжал, потом приезжал как чокнутый, быстро в душ, перекусал, даже бывает и не перекусал, и шел просто в школу, вы прикиньте, это охренеть можно, какие безумные нагрузки, ну, понятное дело, я в школе спал, охренеть, на последнюю партию лег, мне было до фонаря на эти все уроки, это было не мое, я просто чисто этим горел, вы представляете, как круто, когда у человека загорается душа, меня никто не заставлял просыпаться в 5 утра, я горел этим делом, я охренеть как хотел, просто чисто, я хотел на коньках покататься, я хотел поиграть какие-то клюшки, понятно, ни хрена не получалось, но я просто хотел, это просто чисто, это было, я не знаю, это был смысл реально в моей жизни, и сейчас, на данный момент, это не угасло, как-то многие, у тебя там с годами поменяются цели, бред полнейший, если ты изначально прешься от этого дела, у тебя тупо цели никакие не поменяются, я как тащился от этого катания, мне прикиньте, вот сейчас у меня аж пятки чешутся, просто дать подтапок на этом льду, сейчас открывается сезон, у меня вся подготовка, все мысли, я топа уже на льду, мне охренеть, мне тупо башню сносить, вы понимаете, и из года в год эти цели наоборот, эти желания, они получаются, эти эмоции, все больше и больше, они тупо тебя переполняют, ты понимаешь, сейчас скоро вернешься, вот этот твой льду в сезон, ни хрена, девчонки, все дела, бам, и ты просто выкатываешься, как охренеть дорогой Майбах, вы понимаете, среди обычных машин, ты ни хрена, бам, спокойно, кого надо, бам, потапок, улетел нахрен куда-то, непонятно куда, и вы понимаете, вы должны чем-то жить, у вас должны быть какие-то цели, вы должны этим гореть, вот сейчас, на данный момент, да, опять же, в моем личном случае, спорт это лекарство от любой депрессии, я тем самым, почему постоянно позитиве, потому что всякое говно происходит в моей жизни, если вам рассказать, вы в себя уйдете, мне просто чисто не нужно это делать, потому что, понятное дело, у нас канал не о негативе, и я стараюсь, соответственно, со своими проблемами справляться сам, я считаю, что и каждый должен справляться сам, не сидеть на камере, что-то ныть, 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 а просто засунуть себе, да, как говорится, ныть, ныть, куда подальше, и решать свою проблему сам, никто, кроме тебя самого, не вытащит тебя из этого дерьма, я считаю так, что выход есть из каждой ситуации, какая бы ситуация тяжелой не была, выхода нет только из деревянной коробки, там уже все, там до фонаря, что там у тебя, а вот пока ты живешь, и твое охреневающее сердце бьется, никогда не ной, старайся, тупо не сдавайся, и только в этом случае у тебя все получится, на данный момент, я вот, видите, опять же, хрен его знает, спорт это просто чисто для души, это хобби, я понимаю, профессиональный никогда в жизни, мне сейчас многие предлагают там выступить, никогда в жизни, даже тупо, не то, что никогда в жизни, наверное, никогда за миллион пятьсот тысяч лет я бы не согласился, я не хочу этим заниматься, спорт для меня это просто чисто хобби, это для души, это для всеобщего самочувствия, охреневающее сердцебиение, больше я ничего от этого спорта не хочу, моя цель не становиться лучше кого-то, кто там потягивается больше, кто-то охреневающе, моя цель это лучшая версия вчерашнего себя, я тащусь от того, что я меняюсь каждый день в лучшую сторону, что я становлюсь круче, жестче, сильнее, быстрее вчерашнего себя, это нужно понять, этим нужно жить, вы должны серьезно чем-то в этой жизни гореть, тогда у вас будет смысл жить, тогда у вас будет жизненная энергетика, топи дальше, а если вы ни хрена не хотите, если в пупке ты чешешься, понятное дело, может быть, ты от этого кайфуешь, много ты кайфать не будешь, правильно? Пупок тоже, как говорится, можно и вот такую дырку натереть.